Милочка, ты меня узнала, детка? Мурчишь, значит узнала. Ну молодец! Вот я прислала в гости к тебе, а ты помурчать решила, да? Так, ну ладно, проходим. Девочки, привет! Я начинаю новый влог. Приехала я к дочке. Ее дома нету. Скоро они придут с Ленечкой с занятий, где-то через часик. Я приехала пораньше, зашла домой, но хочу посмотреть, что у нас тут. Что-то тут непонятное, но я сейчас переоденусь и разберусь. Ой, Милочка у меня крутится возле ног. Детка, соскучилась, ты меня узнала. Мы с тобой целую неделю провели вместе, да? Значит, ты меня узнала. Молодец! Ну ладно, сейчас мы с тобой разберемся, что будем делать. Денечка, а ты куда такой нарядный собрался? День, ты с детками играть пойдешь? Да? Ты хочешь пойти с детками поиграться, да? Всем доброе утро! Мы проснулись. Денечка с мамой сейчас собираются идти на развивашки. А я дома на хозяйстве остаюсь. Я уже включила кастрюльки, у меня уже там компотик и перец фаршированный. Будут готовить и сегодня. Так, Селиночка готовится быстренько, 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 быстрей, быстрей, скорей, скорей готовится. Ну, там же всякие мамы ходят. Это же должна быть, ну, приличная жизнь. Ну, ты всегда должна быть красивой, правильно? Все. Да, плюс потом делал кучу еще. Да. Ну, поздороваешься с моими девчатами? Конечно, крошки. Я спешу просто. Ну, давай, давай, не будем тебя отвлекать. Девочки, мы вчера с дочей вот тут переместили, как я вам и говорила, как я и хотела, да? Кровать у нас будет стоять справа, но кровати пока нет, вот эти два матраса. Я сегодня спала здесь, спала очень хорошо, с закрытой дверью. Кошка меня не беспокоила. Ну, остальное мы все пока переместили влево, потому что доча там будет еще пока что перебирать там кое-какие коробки. Ну, и вот на окне пока временно висит у нас этот пододеяльник, который скрывает солнце. Но мне свет не будил. То есть я проснулась, как обычно, нормально выспалась, в восьмом часу проснулась. Вот. Ну, она еще будет занавесочки искать, чтобы сюда подошли, а не к этому интерьеру, чтобы были занавески. Но это все будет со временем. Так, ну, что я тут готовлю? Пока мои ушли на занятия, я варю компотик и перец фаршированный, который я делала заготовку сама, ей принесла вчера. Сегодня вот решила сварить. Очень хорошо, когда есть заготовка. Кто это тут у нас? А? Вот Милка с носочком играется. Доча отдала этот шкаф. Не знаю, отдала ли продала, который тут стоял. И вот сейчас все, что со шкафа она выложила, все у нас лежит теперь здесь. Но это тоже надо будет разбирать. Но она разберется. Вот эта вот Милка такая милая, милая, милая косочка. Любит она на сводки поиграться. Ну, давай. Хозяйка. Хозяйка такая лежит. Да? Милка. Девочки, а я вчера приехала. И, в общем, первым делом, думаю, пока их нет, быстренько промою полы. Дочка, она там хоть и моет там полы. Я, когда прихожу, мне вот хочется прям их сразу помыть уже по-своему. Я мою по-своему. Все. И полы помыла. В общем-то, я как бы тут ничего особо наделала. Стол поставила на место, потому что там у меня ноутбук, и я сижу там работаю. Мне пока что здесь удобно находиться. Да и кушать. Вот. А она уже, дочка, когда приехала вчера вечером, я говорю, давай перекинем матрасы направо, а это все налево. Мы это сделали буквально за каких-то там 10-15 минут, и все. Это быстро сделали. Я говорю, просто когда кровать нам привезут, тебе проще будет матрасы поднять, кровать поставить, чтобы ее собрали, и матрас уже сверху положить. Вот. Ну, я спала сегодня великолепно. Мне, в общем, хорошо, когда вот комната отдельно, она закрывается. Очень удобно то, что у меня кошка не беспокоит, не прыгает на меня ничего. Вот. Ну, это вот хорошо. Как бы у меня свой климат, потому что, например, дочка у меня мерзляка, а мне жарко, и там у меня вот открыто было окошечко, приоткрыто, и, в общем, нормально, хорошо я спала. Вот. Так что, пока, я думаю, буду я в той комнате спать. Дэнни все равно пока с мамой спит. В общем, не знаю. Они друг без друга не могут просто. Вот. Ну, а что я сегодня собираюсь делать? Я не знаю. Пока что вот я решила, что надо приготовить обед. Я еще приготовлю что-нибудь, может быть, Дэнни отдельно еще сварю, посмотрю кашку какую-нибудь. И все. В общем, компотик. И на сегодня все. Больше мне делать нечего здесь. Я просто буду лежать, наверное, на телевизор смотреть. Ну, может быть, что-нибудь придет в голову тогда придумаю. Ну, что-то я не уверена. Вот. Так что, пока так, девочки. Я вчера просто пришла, я взялась быстренько за дело, пока дело делала, чтобы успеть, и я не снимала. А потом уже мои пришли, и, в общем, мы там болтали весь вечер, и тоже как бы вот это я вчера и не снимала. А сегодня с добрым утром даже не сказала, начала снимать вам. Вот. Ну, вы все равно знаете, что я вам все равно доброго утра желаю. Вот. Так что вот такие вот дела. Девочки, ну вот ничего не собиралась делать, ну, помыла мойку, навела тут порядочек по-своему. Перец у меня еще варится, компот уже сварился, пусть остывает. А я сейчас решила позавтракать. Вот моя любимая кашка моли и мед и арахис. Зачем они арахис везде суют? Я его не люблю, но приходится есть. Вот. Сейчас набухнет кашечка, и я ее поем. И выпью свои пилюли. Ну, вот туда-сюда и день прошел. Солнышко уже село. Доча поехала в Икею, там, за ножками. Столишницу вчера приволокла тяжеленную. А мы с Дэнни смотрим телевизор сейчас. Смотрим кино. Мультики смотрим. Дэнни, ты кушаешь печеньки? Да? А что ты застеснялся весь такой? Всем привет. Всем привет. В общем, туда-сюда и скоро спать, да, Дэнничка? Сейчас немножечко посмотрим мультики. А завтра бабушка домой поедет, да? Да, ты кушаешь. Дэнни сидит, песни поет. А вот эта малыха-малыха наша спит. Да? Видите, мусечка такая хорошая. Всем доброе утро, девочки. Наконец-то я приехала домой. Я сейчас оставила сумки и пойду схожу сейчас в магазин. Мне нужно купить хлебушка. Ну, еще посмотрю, что-нибудь может быть нужно. Вот. В принципе, у меня продукты дома есть. Есть из чего готовить. Ну, а что я буду готовить, мы узнаем позже. Смотрите, какие красивые кактусы. Падают в пятерочке на кассе. Здоровские. Прям я остановилась на эту красоту полюбоваться. Так, ну все, пошли. Набрала я, девочки, опять. Ну, немного, одну сумку набрала, в общем. Погода сегодня хорошая. Еще пока тепло у нас держится. Все раздетые ходят. Ну, уже не за горами. Осень. Все, иду домой. Девочки, вот такой у меня сегодня обед. Я решила сильно не заморачиваться насчет обеда. Пока что я приехала недавно от дочки. И я решила, что надо мне сегодня отдохнуть. Не буду ничего такого особенного готовить. Сосиски. Картошка у меня в мундире была сваренная. Чуть-чуть я ее разогрела на сковородке. И помидорчики яйцом залила и зеленью, укропчиком посыпала. Все. Вкусняшка. Буду кушать сейчас. А еще я сварила компотик, поставила его на подоконник остывать. Там у меня яблоки, вишня замороженная была и смородина замороженная была. Вот такой компотик. Девочки, всем доброй ночи. Я вчера вырубилась рано вечером и уснула, в общем. Проснулась сейчас в 2 часа ночи. Ну, в туалет, вот знаете, сходить. Проснулась и все. И чувствую, что я что-то спать не хочу уже. Но мне как всегда есть чем заняться. Ой, сейчас решила попить кофе. Но кофе попить решила без кофеина. Так на всякий случай. Сейчас я посмотрю еще, захочу я спать дальше или нет. У меня, в принципе, есть что делать. Мне вот уже стоит кастрюля, надо включить. Там уже кости разморозились. И хочу сварить борщ. Но борщ я варить уже буду, наверное, в следующем видео. Хотела вчера с вами поболтать. Но что-то я вот такая уставшая была, знаете. Пришла домой, приехала от дочки. Раз-раз в магазин сходила, пришла и скупалась. Никаких сил. И, в общем, да и ничего я не делала особо. Поболтать у меня уже и сил даже не было с вами. А что я хочу сказать. Кстати говоря, у дочки я спала две ночи. И две ночи я спала в маленькой спальне. Там, где у нас детская будет. Но там матрасы уже есть. Кровати еще пока нету. Кровать мы ждем. Очень хорошая такая атмосфера в комнате. Ну, во-первых, мне нравится то, что я могу дверь закрыть. И кошка меня не беспокоит. Она меня не будет теперь по ночам. И утром рано. Я могу спокойно выспаться. Но я просыпаюсь все равно раньше всех. Мне там открыто окошко, допустим. То есть я могу там создать такую температуру воздуха, которая комфортна мне. Дочка, она вообще мерзляка. А мне, наоборот, свежий воздух нужен. Ну, в общем, хорошо, что, в принципе, есть комната теперь отдельная, в которой я могу ночевать. Ну, в кухне у нас, вы знаете, там двери еще нету. Поэтому кошка гуляет, где хочет. И меня будет, когда захочет. Прыгает по мне. То мяукает, то еще что-то. Ну, в общем, хорошо в той комнате, честно говоря, спать. Я уже вот жду, когда кровать появится. Чтоб уже на кровати, как белый человек. Какую там мебель еще ставить будем? Думали, думали. Пока еще не придумали. Ну, наверное, комод там еще будет. Ну, во всяком случае, туда мы уже перетащим детские игрушки. Потому что на балконе у нас холодно. Балкон неутепленный. Лето заканчивается. И вот детский коврик, детские игрушки туда перенесем. Дэня будет там играться. Я, вы знаете, заметила, последнее время я как к дочке приезжаю. И, в общем-то, мне там особо и снимать нечего. Но когда я нахожусь вот с ребенком, например, дома, да, то, ну, он там своими делами занимается. Я своими. Бывает, мы вместе что-то поиграем. Но когда мы вместе что-то с ним делаем, то в этот момент я снимать не могу, потому что он отвлекается на эти съемки. И, в общем, ничего не удается, в общем, снять, показать вам. Ну, ничего, всему свое время. Он уже получше разговаривать стал. Но я вообще эту тему затрагивать не хочу, потому что много очень критикуют ребенка. И из-за этого я даже и снимать его не хочу лишний раз. Что еще? Я вот думаю, что я, почему я проснулась и ни в одном глазу у меня сна вдруг нету. Думаю, так, что у меня, какие незавершенные дела. Во-первых, незавершенно то, что вот это видео я не закрыла вечером. Я уже, как планировала, должна была закрыть его вечером, чтобы уже на утро вам его поставить. И, в общем, обработкой заняться этого видео. Как раз вот вечер, утро. Но не получилось. Поэтому сейчас среди ночи я вот это видео и закрою, и обработаю. Но оно, конечно, не выйдет в тот час, в который я обычно ставлю. Выйдет попозже. Но, по крайней мере, в тот день, который я хотела. Еще что хочу вам сказать, девочки. Я все-таки же занялась похудением. Но хочу вам сказать, что мне не очень-то удается держать вот эту какую-то диету, но своеобразную, да, там меньше углеводов и так далее. Я много, конечно, грешу. Ну, не много, но я все равно грешу в еде. И поэтому я сейчас пробую. Я не знаю, получится или нет. Мне выдерживать 16 часов не есть. Но вот эту интервальную диету я решила попробовать. То есть, если я уже, как говорится, ем много того, чего нежелательно было бы есть, да. Ну, и также способы приготовления. Вот я хотела отбивную. Правда, отбивную мне уже вчера и не хотелось возиться. Поэтому сосиски я поела. Вот. Ну, и сосиски тоже не являются вообще-то диетической едой. И я считаю так, что полуфабрикаты, они как бы не это. Это надо уже брать, готовить мясо самим и не жарить его. Там оно, чтобы тушеное, вареное было и так далее. Ну, честно говоря, мне как-то вот грусть-печаль доставляет, знаете, вот какая-то вот... Я люблю жареное мясо. Вот, если честно разобраться, чтобы оно жареное было, где-то там жирненькое было, может быть, немножко. Но вот оно такое же нельзя, вроде бы, как для диеты. Поэтому, а если я как подумаю, что это опять на пород, это вот опять оно вот вареное, скучно мне, грустно становится, депрессуха какая-то начинается. Вот. Поэтому я думаю, попробовать стоит, не знаю, удастся мне выдержать или не удастся. Ну, так вот уже удавалось. Может быть, это не каждый день мне удастся. Но буду пробовать, буду пытаться. В общем, никакой у меня особой такой вот, знаете, диеты нету такой, чтобы сказать, строгой. Да, я стараюсь придерживаться диеты, но иногда вот хочется всё-таки себя что-то такое вот позволить. Но ничего, если у меня не получится быстрого похудения, пусть это будет происходить процесс медленно, но всё равно буду стараться снизить лишний килограмм. Мне, в общем-то, много не надо снижать, но хотя бы 5 килограмм снизить, мне уже намного легче будет. Ну, вот я и решила, поэтому ещё приготовить борщ. Я, в принципе, хотела его ещё сварить на прошлой неделе, но в конце недели я обычно такого ничего не готовлю, что надо готовить, скажем, на несколько дней, потому что я знаю, что на выходные дни я еду к дочке, и чтобы у меня здесь этот борщ, в общем, не стоял и не кис, правильно? Сейчас начало недели, поэтому я могу приготовить, сварить борщ и есть его, скажем, вот на протяжении там нескольких дней. Я хочу вам сказать, вот для диеты из горячего борщ это просто идеальное. Вот овощной рагу и борщ это просто идеально, потому что там овощи варёные и с мясом. В то же время сытное и вкусное, и в то же время диетическое блюдо. Борщ это просто, вот я не знаю, номер один, наверное, это из горячих блюд, вот то, что нужно как раз-таки для тех, кто снижает вес. Если ещё даже кто-то не ест мясо, постный борщ тоже прекрасно сделать, в общем-то, зажарочку и всё. Прекрасный тоже борщ получается, если туда положить болгарский перчик, зелень, ну, помидорчики, всё так, как положено, знаете, вкусненько. Ну, я буду делать, вы знаете, я уже вот такой вот для себя выбрала, чтобы борщ был в то же время как бы с мясом и в то же время, чтобы он был и диетический. Получается, что я просто мясо тогда варю отдельно, особенно если я хочу немножечко холестерина также снизить, да, а при этом мясной бульон не рекомендуется, то есть его нужно выливать. Я тогда мясо просто варю отдельно, там мясо или мясо с костями, неважно, я варю отдельно. Бульон я сливаю и потом уже варю отдельно борщ и уже в конце, когда борщ уже почти что сварился, тогда я только уже туда мясо перекладываю и уже довариваю борщ с мясом. То есть получается, что он не на мясном бульоне, но в то же время он с мясом и прекрасно такой же вот на вкус не отличишь. Он просто менее жирный получается, не наваристый вот как, да, и всё. Ну, как для диеты то, что нужно. Вот такой вариант, как я выбираю себе и буду его делать. Ну и что ещё я вам хочу сказать. Я вчера сходила в магазин, купила, ну в общем-то пошла за хлебом в основном. Купила хлеб, купила фрукты. А ещё всё-таки я не удержалась и взяла свой любимый Наполеон. Девочки. И поела Наполеона вчера. Ну, а что я могу сделать, если так вот? Я вот уже стояла на него, смотрела, взять, не взять. Ушла от него, потом я к нему вернулась. И взяла всё равно. Вот так вот, вот так вот худеть со мной, да. Вот, ну, я, во-первых, этим Наполеоном, может быть, поделюсь с кем-нибудь угощу, чтобы не так много было. Но с другой стороны, думаю, почему бы не сделать эксперимент такой, знаете, вот интервальное голодание, то есть я кусочек Наполеона в день съедаю. В основном, в остальном я буду есть всё, как положено правильно, да. И ещё вот плюс интервальное голодание. То есть мне хочется проверить, насколько у меня вес, он всё-таки будет снижаться или не будет снижаться, или он останется на месте, или он будет повышаться. Вот поэтому я хочу сделать такой вот небольшой экспериментик. Вот, ну, последний раз я когда взвешивалась, у меня было 79,8. И больше я не взвешивалась. Ну, у дочки я ничего такого не объедалась, нет. Ну, в общем, я ещё, может быть, взвешиваюсь с утра. Ну, посмотрим. В любом случае, я раз уже купила, я его буду есть. Девочки, ну, не ругайте мне строго. Ну, что поделать, то хочется, вот, сладкого и всё. Вот, это не зачем я так не страдаю, как за чем-нибудь вкусненьким. Вот. Поэтому, видите, я то начинаю, то похудение, то я его, как бы, бросаю. Но я бросать не буду, я буду продолжать, знаете, так вот упорно, потихонечку, ну, потихонечку. Вот. Ну, и всё. Вот я покаялась перед вами. Вот, всё, девочки. Сейчас я кофе ещё немножко попью. Ну, сяду обрабатывать вот это видео, займусь пока этим видео и посмотрю ещё. Если я усну, ну, я вообще-то, в принципе, планирую ещё поспать. Включу телевизор, пока полежу и, может быть, усну, может быть, под утро усну, может быть, утром посплю. Ну, в общем, посплю ещё обязательно, потому что я, ну, по часам я ещё не доспала свои часы. Хотя бы, знаете, я считаю, что, ну, хотя бы там пять часов, шесть часов поспать уже, шесть часов это вообще уже хорошо поспать. Вот. Ну, в шесть часов я ещё не поспала. Сижу. Среди ночи сижу, пью кофе, с вами болтаю и смеюсь вот так вот. Ну, всё, мои хорошие, посмеялись и хватит. В общем, короче говоря, закрываю сейчас это видео. Я всё-таки хочу, чтобы у меня видео выходили вот как-то через день, но мне бы хотелось так. Поэтому я стараюсь уже как бы их выпускать. А сейчас я просто поставлю кости варить, включу телевизор и лягу, пока телевизор посмотрю, а там видно будет, чем займусь. Ну, я следом сразу же начну новое видео и с вами прощаюсь, в общем-то, ненадолго. Буду снимать уже и следующий блог сразу. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok